Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в эфире рецепт торта, который вы очень давно просили. Это легендарный торт Москва. У этого торта даже есть свой сайт, на котором рассказана его история и оригинальный рецепт. Этот торт состоит из хрустящих меренговых коржей с фундуком, из сливочного крема с вареной сгущенкой, также с добавлением фундука, и традиционно он покрывается красной зеркальной глазурью. Давайте обо всем по порядку. Для начала приготовим коржи. Хочу вам напомнить, что для меренги чаша должна быть абсолютно сухой и чистой. Белки нужно очень осторожно отделить от желтков, чтобы в них не попало ни капли желтка и также не попало никакой лишней влаги. К белкам добавляем соль, лимонную кислоту и начинаем взбивать. Можете использовать ручной миксер, можете планетарный. Скорость взбивания должна быть средняя. И на данном этапе мы взбиваем белки вот до такой мягкой пивной пены. После чего начинаем в три этапа добавлять сахар. Всыпали треть, взбиваем на средней скорости около минуты, всыпаем вторую треть, опять взбиваем около минутки и добавляем оставшуюся треть сахара. Когда добавили весь сахар, продолжаем взбивать на скорости чуть выше средней еще несколько минут. Меренга должна стать очень плотной. Далее нам понадобится фундучная мука. Если фундучной муки у вас нет, ничего страшного, можете так же как и я приготовить ее самостоятельно. Обжаренный фундук отправляем в комбайн с ножами и измельчаем. Для того, чтобы не перегреть орехи, необходимо их измельчать в импульсном режиме и желательно предварительно их подержать минут 30 в холодильнике. Домашняя ореховая мука, конечно же, получается не такой мелкой, как заводская, но для данного рецепта нас вполне устроит. Возвращаемся к меренге. Когда она стала очень плотной, а весь сахар полностью растворился, добавляем к меренге подготовленную фундучную муку. И на данном этапе нужно очень быстро и максимально осторожно все это вместе соединить, чтобы меренга не стала жидкой и не поплыла. Если не уверены в своем миксере, то лучше сделать это вручную с помощью силиконовой лопатки. Масса должна остаться вот такой, достаточно плотной. Ореховую меренгу перекладываем в кондитерский мешок и можно переходить к выпечке. Противень застилаем бумагой для выпечки. Бумагу обязательно используем силиконизированную, иначе меренга намертво к ней прилипнет. Я уже очень долгое время использую для выпечки силиконизированную бумагу от производителя Бейкери Лаб. Ранее я вам ее уже неоднократно рекомендовала и получила от вас множество положительных отзывов. Данная бумага бывает в намотке 25 и 50 метров, и что очень важно, у этого производителя всегда честный метраж. Если указано на упаковке 50 метров, значит так и будет. Силиконовое покрытие у данной бумаги наносится с двух сторон. При выпечке действительно к ней ничего не прилипает, не пригорает, поэтому можно готовить без использования дополнительного масла. И что очень важно, для изготовления используется пищевой силикон, который имеет все необходимые сертификаты безопасности. А еще эта бумага достаточно прочная, поэтому ее можно использовать несколько раз. Это особенно удобно для выпечки многослойных тортов, например медовика. Приобрести бумагу Бейкери Лаб по выгодной цене можно на Wildberries, ссылочку оставлю в описании под видео. Теперь можем переходить непосредственно к выпечке коржей. Для того, чтобы все коржи были примерно одного диаметра, я использую металлическое кольцо. Если у вас такого кольца нет, ничего страшного, можно прямо на бумаге нарисовать круги нужного диаметра и из консервского мешка отсаживать ореховую меренгу согласно трафарету. Следующий момент. Для приготовления торта нам необходимо 4 коржа. У меня всего 2 противня, поэтому я использую диаметр кольца 20 см, чтобы на один противень у меня помещалось 2 коржа. Это тесто нужно отпекать сразу же, оно не будет стоять и ждать своей очереди, потому что меренга просто-напросто станет жидкой. Соответственно, рецептуру я даю на торт диаметром 20 см. Если у вас есть возможность отпекать коржи большего диаметра, можете просто рецептуру увеличивать. Отсаживаем коржи и сушим в духовке при температуре 100 градусов, режим верх-низ, можно включить конвекцию, около 2 часов. Затем готовые коржи я оставляю в выключенной духовке до полного остывания. Готовые коржи должны получиться абсолютно сухими и хрустящими, и они очень легко отскакивают от силиконизированной бумаги. Коржи во время выпечки слегка растекаются, немножко увеличиваются в диаметре, а мне в итоге нужен идеально ровный торт. Поэтому я с помощью кольца и ножа вот так вот их квадравниваю. И в итоге у меня получаются 4 идеально ровных круглых коржа для торта. Теперь переходим к крему. Все продукты используем комнатной температуры. И для начала очень хорошо взбиваем мягкое сливочное масло, примерно 4-5 минут на максимальной скорости. Масло должно хорошо посветлеть и увеличиться в объеме. Затем хорошенько прорабатываем вареную сгущенку, она также должна быть комнатной температуры. Взбиваем ее, чтобы она стала абсолютно гладкой, без комочков. Теперь небольшими порциями, буквально по 2-3 столовые ложки, добавляем сгущенку ко взбитому сливочному маслу и продолжаем взбивать. Одна порция разошлась, добавляем следующую. И в итоге у нас должен получиться вот такой достаточно плотный воздушный крем. Всыпаем фундучную муку, вливаем коньяк и взбиваем на максимальной скорости еще примерно 1 минуту. Крем готов. Можем переходить к сборке. На каждый корж я выкладываю 180 грамм крема. Чаша у меня стоит на весах для удобства. Распределяем крем равномерным слоем, выкладываем следующий корж и так повторяем. А весь оставшийся крем я использую для выравнивания торта. Причем выравнивание я делаю в 2 этапа. Наношу сначала 1 тонкий слой, убираю и торт и крем минут на 30 в холодильник. И потом делаю еще один уже финальный ровный слой. Торт нам нужен с максимально ровным покрытием, потому что в дальнейшем мы его будем покрывать зеркальной глазурью. Собранный торт убираем в холодильник минимум на 12 часов. Теперь приготовим зеркальную глазурь. Для нее нам понадобится глюкозный сироп. У меня глюкозный сироп внезапно закончился. Не хватило мне его по рецепту, поэтому недостающую часть я заменила на мед с нейтральным ароматом. Далее добавляю сахар в воду и отправляю сироп вариться на среднем огне до температуры 105 градусов. Далее в стакан для блендера отправляем сгущенное молоко, заранее замоченный желатин, я использую листовой, поэтому хорошенечко его отжимаю от лишней влаги. Белый шоколад и готовый сироп, сваренный до температуры 105 градусов. И всю эту массу необходимо пробить погружным блендером до однородности. В зеркальную глазурь очень важно не напускать пузырей, поэтому блендер вводим под углом, немножечко им трясем, чтобы весь лишний воздух поднялся и на минимальной скорости пробиваем. Больше блендер на поверхность мы не поднимаем, то есть вводим им только по дну. Зеркальную глазурь можно по желанию окрасить в любой цвет с помощью гелевых водорастворимых красителей. Обычно зеркальной глазурью мы покрываем замороженные изделия, поэтому рабочая температура составляет 32 градуса. Но, так как, вот кстати, обратите внимание, на поверхности нет ни одного пузырика. Но, так как я буду покрывать не замороженный торт, он просто у меня провел в холодильнике ночь, причем когда он постоял и масло хорошо подзастыло, я его осторожненько накрыла пищевой пленкой. Теперь я отделяю торт от подложки, перекладываю его на решетку для глазирования. И, кстати, глазурь я окрасила в два цвета. Основную массу глазури в красный цвет и совсем немного глазури в белый цвет. И буду делать такой интересный мраморный эффект. Хоть торт и не замороженный, но в холодильнике он очень хорошо застывает, и его спокойно можно держать в руках. Теперь по поводу температуры. Так как торт не замороженный, рабочая температура глазури должна быть ниже, чем обычно. Я использую температуру примерно 28 градусов. Традиционный декор торта Москва это красная зеркальная глазурь и сверху на глазурь из белого шоколада надпись Москва и такие завитушки по краю. Но мне захотелось соригинальничать, поэтому я залила торт красной глазурью, оставила немножечко. Затем налила несколько пятен белой глазури, в центр еще немного красный и раздула все это дело. Идеально для этих целей подходит либо краскопульт, либо аэрограф. Но они у меня находятся сейчас на другой кухне, поэтому я использовала самый обычный фен. Самое главное, температура не должна быть высокой и слишком долго не дуйте, чтобы не сдуть всю глазурь с поверхности торта. И получается такой вот интересный мраморный эффект. Как вам результат? Обязательно напишите в комментариях. Мне очень нравится, что такой декор он уникальный. Повторить один в один его просто невозможно. Кстати, если на поверхности глазури вы заметили крупные пузыри, их очень просто убрать с помощью обычной газовой горелки. Когда глазурь немножко подсхватилась на торте и перестала капать, убираем излишки с помощью палетки. И с помощью двух палеток осторожненько переносим торт на подложку. Нижний край обязательно чем-нибудь декорируем. Это могут быть орехи, шоколад, воздушный рис и какая же Москва без золота. Я добавила несколько кусочков пищевого золота. Все лишнее можно вот так осторожненько отстучать с подложки. И торт Москва во всей красе. Вот такой получается у него разрез. Кстати, коржи из орехового безе остаются в торте хрустящими. Тортик, конечно, получается достаточно сладким, но очень понравится любителям классических тортов. Таких как полет, графские развалины. Поэтому обязательно пробуйте. Ну а я как всегда желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.